Здравствуйте! Мы продолжаем наш эфир и традиционно обсуждаем наиболее важные вопросы. Сегодня у нас в студии Андрей Мандебура, главный внештатный нарколог Минздрава Республики Крым. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Добрый день. Так говорят, что многие наркозависимые покидают территорию Крыма и уезжают на Украину. Это связано с отменой на использование метадоновой терапии в Крыму. Насколько это соответствует действительности? Ну, может быть, это не совсем та тема, с которой стоит сегодня начинать нашу встречу. 26 июня, Всемирный день борьбы с наркоманией. Действительно, 20 июня в Крыму закончилась заместительная терапия. В Крыму прекращено использовать препараты метадон и буперенорфин. Принципиально важная вещь, что отслеживается каждый пациент, который на момент вступления Крыма в Российскую Федерацию находился на заместительной терапии. То есть, это очень принципиально, пофамильно отслеживается каждый пациент и его состояние. Значит, по данным вот на сегодняшний день, действительно, из Крыма часть людей, это 32 человека, уехало на Украину. Мне сложно сказать, по каким причинам. Может быть, кто-то поехал продолжать заместительную терапию. Но мы живем в свободной стране, и свободный выбор людей, это исключительно выбор. И их, как бы... Ну, может, это политическая исключительная мотивация. Но, тем не менее, скажите, вы сказали об этом списке. Если это не секрет и не тайно, вот количественный состав этого списка, сколько человек у нас зависит? Республика Крым, 672 человека. 672 человека. Да, да, да. Принципиально, что с каждым из них ведется работа. Практически все прошли острый период детоксикации. И сейчас находится, ну, такое не медицинское слово, на долечивании. И в отношении каждого из пациентов вырабатывается индивидуальный маршрут дальнейшей ресоциализации и реабилитации. Ну, вот метадоновую терапию прекратили. Чем ее заменят? Ну, задача номер один для крымской наркологии в ближайшее время перейти полностью на стандарты оказания наркологической помощи Российской Федерации. Принципиальным моментом является развитие тех направлений и тех этапов оказания помощи, которые, к сожалению, у нас не развивались. В первую очередь речь идет, конечно, о медицинской реабилитации, конечно же, о социальной реабилитации и ресоциализации. Может быть, принципиальным является и создание такого этапа, который тоже до недавнего времени как бы отсутствовал. Это мотивация. Наверняка многие пациенты и их родственники сталкивались с ситуацией, когда мама приводила сына к врачу, и врач говорил, я хочу и могу ему помочь, но он же ничего не хочет. И как бы все разводили руками, и как бы сын продолжал благополучно употреблять там наркотики, алкоголь. И очень важный этап – это мотивация. Я бы даже сказал очень просто и, может быть, не совсем правильно – мотивационное лечение. Оказывается, есть способы, есть технологии, которые позволяют, если я имею проблему и не хочу, и не понимаю, как ее решать, работать со мной и добиться изменений. То есть это исключительно сила воли человека при поддержке моральной, в том числе окружающих? Ну, без силы воли, ну, вы, может быть, очень точно заметили, это, конечно же, и работа с окружающими. Потому что зависимость – это как бы такая семейная проблема, семейная болезнь, есть понятие созависимости. И, конечно, правильный настрой и родственников помогает как бы вот в мотивационном решении и принятии правильного решения лечиться. Ну, как было раньше, мы приблизительно понимаем, то есть наркозависимый, который состоял на учете, он приходил, ему выдавали этот препарат, который ныне уже запрещен. Как происходит сейчас? Вот приходит наркозависимый к вам, у него есть проблемы, что дальше? Дальше с ним начинает работать психолог. Принципиально важная вещь – это изменение штатов. Сейчас в любом наркологическом диспансере и кабинете есть возможность брать на работу психологов и социальных работников. Раньше это как бы было проблематично, и, конечно же, психологи и социальные работники как раз и занимаются мотивацией. То есть я часто прихожу к врачу по причине как бы мама-папа заставляют, долги, милиция и так далее, и так далее. Не-не-не. Вот это очень важный этап, который выпадал психолог и социальный работник, и консультант начинают со мной работать. И после проведения детоксикации, которая на сегодняшний день, кстати, очень принципиальный момент, достаточно медикаментов, и помощь оказывается абсолютно бесплатная. После проведения детоксикации я уже знаю, куда я попаду на реабилитацию медицинскую, социальную и ресоциализацию. То есть, по сути дела, меня должны научить, как мне жить без психоактивных веществ, без алкоголя, без наркотиков. К сожалению, пока, пока, вот эти этапы воспроизводятся на материковой части Российской Федерации. То есть мне надо ехать либо в Краснодарский край, либо в ближайшие регионы. Очень важно то, что по распоряжению замминистра Российской Федерации в каждый регион Крыма приехали специалисты из наркологи из других регионов, которые на практике, на местах обучают наших специалистов. То есть такое обучение на рабочем месте, как можно быстрее понять, овладеть и внедрить эти новые стандарты. Чуть ранее вы предугадали мой вопрос относительно того, что действительно человеку в сфере его жизни, вот непосредственно, если человек живет в Крыму, в Симферополе, допустим, наркозависимый, ему тяжело здесь избавиться от этой зависимости, потому что где-то знакомые, где-то друзья, одна компания, ему действительно нужно куда-то уехать, это может помочь. Вот насколько крымчане, которые страдают этой, можно сказать, болезнью, наверное, могут поехать на территорию, допустим, материковой части России, и насколько, допустим, те люди из России смогут в дальнейшем приезжать сюда, в Крым? Сильный вопрос, значит, конечно же, элемент изменения местонахождения, как важный момент порвать связи с доступом к наркотикам, еще к чему-то, то есть это работает. Значит, на сегодняшний день более 50 человек из Крыма уехали в профессиональные реабилитационные центры в Российскую Федерацию. Значит, те врачи, которые сейчас работают в Крыму, они как раз и занимаются мотивированием. Почему? Потому что еще почему в Крыму это очень важно. К сожалению, долгое время в Крыму реабилитация была представлена либо сектами, либо откровенными какими-то непонятными группировками, и само слово и понятие реабилитация было извращено. Сейчас пациентам надо объяснять, что такое реабилитация, зачем. И каждому, кому это показано, и очень принципиально, кто хочет, почему? Потому что это взаимосогласованный некий процесс, такая возможность предоставляется. И подводя, наверное, итоги, скажите, какие кардинальные, наверное, отличия непосредственно в лечении наркозависимости между, допустим, российским законодательством, так скажем, и тогда еще украинским? Что мы выигрываем, а может где-то проигрываем? Как будет происходить, мы уже поняли. А вот конкретно о тех отличиях, которые ждут желающих избавиться? Я недавно столкнулся с нашей медициной, как бы не как врач, а как клиент. И понял одну золотую вещь, которую, наверное, вот эти наши новые стандарты дают возможность как бы вспомнить. То есть врач и вся как бы система существует исключительно для пациента. И это как бы вот месседж таких российских стандартов. Принципиальная вещь и принципиальная задача — это то, чтобы... Я не буду сегодня говорить о каких-то чисто таких медицинских и профессиональных вещах. Принципиально то, чтобы каждый пациент, их родственники и врачи почувствовали вот эффективность вот новой системы оказания наркологической помощи. Я могу сказать, что как бы врачи делают все, чтобы как минимум в переходный период это люди начали это чувствовать. Ну, мотивация тех же людей, которые хотят избавиться от этой зависимости, она, в принципе, понятна. А вот мотивация непосредственно врачам существует ли она? Конечно, существует. Мне кажется, принципиально может я какие-то смешные вещи скажу. То есть реалистичная зарплата и реалистичные инструменты. Что это такое? Это, конечно же, медикаменты и, конечно же, технологии. То есть вот задача номер один, чтобы эти технологии появились, они появились и ими овладеть. Андрей Васильевич, ну мы желаем вам и вашим коллегам терпения, а вашим пациентам, наверное, силы воли. А у нас на этом все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин